Она так распределяет удар на все лицо, что если бы реально по башке бы так бы дали голым кулаком, то боксер с хорошо поставленным ударом, если у него, конечно, крепкий кулак, что не сам кулак развалится при ударе, то есть крепкий кулак, набитый, мог бы, конечно, страшные травмы причинить оппоненту. Ну и еще вопрос в том, что боксеры приучены, конечно, не бить в лицевой череп, они приучены бить в челюсть. Это тоже, поэтому мы не видим страшных вещей таких, когда боксер на улице кого-то там ударил и принесли человека, а у него там голова сломанная пополам, обычно сломанная челюсть. Все очень аккуратно. Вот, но я чуть-чуть отвлекся. Так вот, а чтобы добиться нотодонетичности в технике, нужно несколько, вернее, многие тысячи раз сделать подводящий вид упражнения, который будет отвечать за конкретную фазу приема. Вот, если при набивке, то, что мы на прошлой тренировке проходили, можно научиться на более высоком уровне подготовки, когда мы немедленно заносим удар, а быстро уж начинаем, когда уже рука набита хорошо, мы можем встать в стойку, и начать удар быстро очень по мишени. Мы можем утренировать первую фазу приема, то есть, когда выстреливает быстро рука, то есть, как я сказал, быстрое подключение быстрых мышечных волокон, а вот дальше должны включиться другие. И мы должны прием разбить на две фазы, получается. Один быстрый, условно говоря, потом подключаются более медленные, это мы на глубокой набивке делаем, но сейчас мы переключаемся уже на постановку сразу, когда мы перепрыгиваем. И фаза дожатия идет. Фаза дожатия, когда подключаются медленные, но самые сильные структуры. И вот сегодня, после тренировки, у тебя на следующий день, завтра, будут, что болеть думаешь? Сильнее всего ноги у тебя будут болеть. Не заболят, а страшные, прям со страшной силой. Они уже на сегодняшней тренировке заболят. Заболят как бедра, но в основном заболит задняя поверхность бедер и ягодичные мышцы. Почему? Потому что сам толчок будет идти от задней ноги. Видишь, масса тела переносится чем? Именно работа и ног. С задней на переднюю. Вот это поступательное движение. И когда мы это делаем без сопротивления, то, конечно, мы просто сопротивляемся гравитации. То есть, тело, ну, как бы гравитация дает вниз, и поэтому в основном работают и квадрицепсы. Как бы сопротивляясь тому, чтобы мы не сели на задницу. А вот когда мы начинаем бить макевару, то вектор противодействия у нас идет уже горизонтально. И в этом месте работает как на разгиб нога, так и еще подключается очень сильно задняя поверхность бедра. Задняя поверхность бедра работает. То есть, мы ногу при этом как бы назад отводим. Такое движение. Еще и ягодичные мышцы подключаются. Вот здесь, кстати, есть серьезные разногласия в технике карате и технике бокса. Очень серьезные. Но которые очень хорошо решаются на более последующих этапах. Оно заключается в постановке задней ноги. Получается, что если мы хотим создать максимальное давление с опорой на заднюю ногу, нам нельзя поднимать пятку. Потому что если мы пятку поднимем, то у нас получается лишний нотамортизационный момент. То есть мы пододаем, а в этом месте пружинищий момент остался. И вообще трудно давить туда сильно вперед, стоя на носке. Потому что приходится напрягать икру еще, чтобы сопротивляться. Если мы, конечно, пяткой вот так уперлись, то у нас уже нога стоит сама по себе жестко. И в этом плане техника карате, она отобладает более строгой и правильной биомеханической моделью для того, чтобы наносить максимально сильные приемы. И на самом деле так и есть. То есть великие мастера карате бьют сильнее, чем великие боксеры. Не только ногами, разумеется. Ну, этот боксер ногами вообще не бьет. Но имеется в виду не то, что там удар ногой за тонну, а боксер бьет, предположим, 600 или 800 килограмм. Нет. И мастера карате, которые занимаются именно постановочной техникой, потому что не все занимаются постановочной, некоторые считают, что не нужно ставить удар в 800 килограмм, потому что точно такого же разрушительного можно добиться, как эффекта, ударом в 400 килограмм. Ну, какая тебе разница, дадут те кувалды, которые весят 20 килограмм по голове, или те, которые 40? Ну, тебе бьют и так, и так. Ну, в общем-то. Поэтому на самом деле не имеет большого значения вес человека. Ну, конечно, если он весит 20 килограмм, ну, ребенок, это одно. Ир, который весит 100. Но начиная от 60 килограмм примерно, ну, до 50 даже, удар может наносить человек нокаутирующий запросто. Потому что, ну, представь себе, бревно весом 50 килограмм. Его достаточно, если ты торцом занесешь человеку в грудь это бревно, то как-то раном ты выбьешь все насквозь. Тут у этого веса уже достаточно, чтобы причинять тяжкие телесные повреждения, просто капитальные. Ну, и разумеется, если 70 килограмм будет еще сильнее, но когда оно уже больше 70, то уже там разница очень мало сказывается. Что 70 килограмм бревно, что 85, это уже не имеет почти никакого самозначения при идеальной биомеханической модели. Что это за модель? Это когда все тело, как я уже сказал, в момент удара становится как памятник. Вот если оно стекучее такое, как с теста, ну, пружинище, вот тут вес играет огромную роль. Потому что, то есть почему в боксе настолько важен вес? Почему не станет никогда там, ну, легковес, с тяжеловесом, это боксировать? Потому что там нет идеальной биомеханической модели, чтобы прям всем телом. Они говорят, мы, да, бьем всем телом, но в боксе в том числе и во многих видах других с боевых искусств, там, где происходит отрыв от пола пятки, там в большей части мы работаем не всей массой тела, а верхней частью тела. То есть мы вкладываем в удар не всю массу тела вместе с ногами, а в основном, так как пояс начинает, да, толкаем с ногой, но работает вот эта часть, вот то, что выше пояса, вот ее масса, и масса руки непосредственно. Особенно важна масса руки для тяжеловеса. Даже просто кидая легкий джеб, там у нее рука 10 килограмм весит, а легковес она весит 5. Разница колоссальная, конечно, если ты просто руку бросаешь. Вот. Но я говорю, что идеальная биомеханическая модель самого сильного приема, она в технике каратэ, со скрыта. Когда, значит, задние ноги, когда стопы ног стоят на полу там плотно. Но это вовсе не значит, что, скажем так, боксерам, ну, бесполезно ставить там удар максимально сильный, там и все. Мы все прекрасно знаем, что в абсолютном большинстве своем, абсолютная масса боксеров сам бьет сильнее, чем каратист. То есть, каратисты хорошо бьют только те, кто посвящают этому время, чтобы научиться бить сильно. Основная масса считает, что надо бить быстро, самое главное. Ну, это тоже вариант. Можно быстро натыкать, там, вот из УЗИ быстро выстрелить очередь, там, сколько там, 40 патронов быстро выдать, или сколько там, я, ну, не знаю, сколько там находятся в обоихе, хотя они маленькие. Чем дать из гаубицы, там, один залп, но пока ты заряжаешь и перезаряжаешь, тебе уже накостыляли, понимаешь? Поэтому тут, смотря какую стратегию поединка ты будешь, ну, проповедовать. Моя стратегия такая, что надо сам стрелять из вулкана пулемета, где вот такие патроны и скорость выстрелов, там, до нескольких, там, десятков за секунду. Вот это лучший вариант, понимаешь? Все, то есть, лучше всего, это когда есть и то, и то. То есть, при всех прочих равных условиях, вот так ударная мощь играет огромную силу. Ну, предположим, противник окажется хорошо бронированный, то есть, хорошо защищенный, делает какая-то санчина, его трудно пробить, и в итоге в обмене ударами просто проиграет тот, кто бьет сам слабее. Вот он выбросит огромное количество ударов, но они не принесут ущерба большого. Вот тут один раз только, и все. Почему это важно, я сейчас скажу. Есть такой турнир, называется панчер, где на силу приема, да. Его проводят по разным самоправилам, иногда там бьют, иногда есть удар кулаком, вольным стилем удар, там, в основном, предплечьем бьют. А вот по телевизору, недавно были передачи, когда, значит, показывали, что они набивают там, значит, не одним ударом, а надо набрать определенную массу за определенное количество ударов. Например, кто наберет большую массу за 10 ударов, например. А не за один удар, там, как получилось. Или 5, да. А еще было такое, когда им давалось определенное время, там, несколько секунд, 5 или 10 секунд, и вот они за эти 10 секунд должны были нанести любое количество приемов, сколько смогут, и выбить максимальный вес. И получилось таким образом, что когда им предоставили возможность бить очень быстро за определенное время, то два самоконкурента, которые вышли в финал, один там, я не помню цифр, я просто приведу к суть саму. Один, типа, набил, предположим, там, 5 тонн, а другой 10. В два раза больше. Вот. И представь, что было бы, если бы они в обмене зарубились бы. У них было бы равное. Просто, даже без защиты, а просто стали подменяться ударами. Один занес туда 10 тонн, а другой только 5, условно говоря. Понимаешь? Так это, о, это два чемпиона. А прикинь, если это не чемпион. Один 10 тонн занес, а другой даже тонну не занес. Ну, у кого преимущество будет? Даже без сомнения, понимаешь? Даже шансов нет. Тут ему, там, предположим, в лучшем случае, тот, который слабенький, там сломал нос, ему там выбил зубы, предположим, и, ну, ребро сломал. А этот один раз ударил, и вообще сломал человек напополам. А он еще, может, много ударов нанес, придачу ко всему. Вот и все. Поэтому ударная мощь обязательно важна. Так вот, что касается бокса. Изучать мы будем идеальную модель биомеханическую. То есть, стоя на ноге. Для чего? Чтобы научиться правильно сокращать мышцы в правильной и межмышечной координации. А вот когда уже дело дойдет до того, когда тело поймет, как идеально работать, то, зная то, что в жертву тактики можно иногда принести силу, то есть для того, чтобы дотянуться дальше в ударе, например, или чтобы делать дальше выпад, или быть немножко подинамичнее на ногах, мы будем бить, и поднимая пятку. Мы что-то потеряем в том, что у нас появится демпфер дополнительный. Но зато в реальном бою мы привлечем скорости, в динамике, в легкости перемещения. Просто если мы с самого начала будем так делать, то мы не научимся подключать некоторые мышцы, которые желательно подключать. То есть, здесь действует золотое правило. Делай как лучше, а как хуже, оно само получится. Понимаешь идею, да? То есть надо научиться делать очень хорошо. И тогда во время реального поединка у тебя получится хуже, но гораздо лучше, чем оно получилось бы, если бы ты не учился делать с самого начала максимально сильным способом. Понимаешь идею, да? Вот это вот очень важно. Потому что лично я в реальном поединке сам предпочитаю перемещение в боксерском стиле. Мне нравится бить, значит, поднимая пятку и когда назад перемещаешься, тогда вперед. Это дает большую динамику, скорость очень часто больше дает, легкость больше перемещений. Но если бы я не тренировал бы в идеальном положении, я со стилем боксерском бил бы намного слабее, чем если бы я с самого начала бы тренировал, просто поднимая пятку. Понимаешь идею, да? Поэтому вот так вот. Ну вот. А теперь, значит, мы непосредственно приступим к самой практической части. Не практической части, а общую я теорию, значит, дал для чего, зачем, как это работает. А теперь, значит, поясню, как это тренируется. Самая сложная техника, самая сильная и самая сложная, это техника прямого дудара. Много можно в учебниках слышать и видеть, когда говорят, самый сильный удар, это прямой. Вообще в учебниках по боксу раньше писали, и каратисты говорят, но тем не менее, вот не спроси кого, говорят, а какой у тебя сильней? Ну, там, отправить макивару. И подойдут бить боковым ударом. Мало кто подойдет, чтобы ударить прямым. Значит, сила чего? В силу того, что боковым ударом бить комфортнее. Человек привык кидать камень, размахиваясь со стороны. Привык, он все время совершает действия с помощью ротационного действия тела. Он привык это поворачивать. Очень сильные грудные мышцы. И он хочет подключить их в ударную технику. И поэтому он чувствует, как они напрягаются. А в итоге, как человек может ощутить, что он что-то сильно делает? По степени напряжения мышц. Ну, вот если мышцы не напрягаются сильно у человека, он разве может оценить, что он что-то сильно делает? Как ты считаешь? Наверное, не может. То есть, он как оценивает? Вот я сильно сопротивляюсь, значит, я сильное действие совершаю. А как он это оценивает? Сила напряжения мышц. Вот на самом деле это глубочайшее заблуждение для ударной техники. В ударной технике чем больше мышцы сопротивляются, это говорит о том, что мы работаем мышцами. А если мы работаем мышцами, то ВКПД нашего тела в ударе стремится к нулю. Потому что правильно нанесенный прием идет не за счет напряжения мышц, как я уже говорил, а за счет контракции тела и занесения массы тела в удар. Поэтому, когда человек научается правильно работать, то его не выглядит техника работы на кивальте. Он вообще даже не видно, что идет напряжение. Он встал спокойно. То есть, нет вообще напряжения. Я туда заношу и даже не напрягаюсь и пробиваю. Я только контролирую то, что я попадаю. И то есть, сила моего удар такая же, как бил бы человек вот так. Только он сил затратил тьму, а я почти не затратил. То есть, эффективность моего приема в разы выше. И когда человек на макиваль начинает работать, легко пробивая ее, как будто пневматический мешок, это говорит о том, что уровень постановки приема очень высокий. А если он работает туда, каячится, это значит о том, что все плохо. А на мешке они могут одинаково работать внешне. И вот получается, что вроде как одинаково люди бьют, но у одного что он не затратил. И это значит о том,